У Евгения Лазарева серьезные претензии к Нижегородской областной коллегии адвокатов, которую возглавляет Николай Рогачев. Внутри коллегии сложилось противозаконное, по мнению предпринимателя, практика выдачи адвокатских ордеров. Ситуация вскрылась в ходе споры Лазарева с адвокатами Юлией Журавлевой и Гюзель Фатаховой, которые отказались его защищать. И, по словам предпринимателя, не вернули 6 миллионов так называемого гонорара успеха. Евгений Лазарев обратился с иском в Нижегородский районный суд. Но вместо ответчиков на заседание приходят их представители. Евгений Лазарев усомнился в том, что у этих представителей есть необходимые полномочия. Ведь их ордера на ведение этого дела выданы руководителями адвокатских контор. Эти конторы не самостоятельные организации. Они входят в состав Нижегородской областной коллегии адвокатов. А по закону, как считает Евгений Лазарев, выдавать ордера может только адвокатское образование. То есть непосредственно коллегия, а не ее филиалы. У нас по закону эти адвокаты относятся к Нижегородской областной коллегии адвокатов. А эти ордера имеет право выписывать только Рогачев Николай Дмитриевич. В общем-то известный адвокат, председатель, президент адвокатского сообщества, адвокатского образования и палаты адвокатов Нижегородской области. Так вот только он имел право выписывать эти ордера. Этот случай, как выяснилось, далеко не единственный. Руководители филиалов Нижегородской областной коллегии адвокатов давно уже выписывают ордера своим сотрудникам. Евгений Лазарев считает эту практику незаконной и оспаривает ее в настоящее время в суде. Оспариваются также конкретные адвокатские ордера, представленные на судебном заседании. Произошла подделка документов 327-я статья Уголовного кодекса. И произошла фальсификация доказательств по гражданскому делу. Это 303-я статья Уголовного кодекса. То есть, с моей точки зрения, есть очевидные доказательства совершения двух преступлений, которые совершили четыре физических лица. Достучаться до судьи предпринимателю пока не удалось. Оба адвоката были допущены к рассмотрению дела на основании сомнительных, по мнению истца, ордеров. Евгений Лазарев убежден. Если судебный процесс продолжится с участием неуполномоченных лиц, он будет считаться незаконным. Продолжение следует...